Сегодня 15 июня, среда, 2011 год. Да? Да. Ну вот видите. Так, значит, что вы знали тогда о войне в Испании и вообще о Второй мировой войне? О Второй мировой войне или о войне в Испании? О войне, господи, слышала я ученицей была школы, номер неполно-средней школы 64. Это тогда, когда к нам, даже у нас в группе учился испанский мальчик. Когда даже к нам приезжали в Советский Союз испанские дети. Только. Больше особенно ничего не знаю. А вот о том, что я, вот как я начали, началась война, объявление Молотова о войне. Это я как сейчас слышу о начале войны. Это была, конечно, такая история, что жутко вспомнить. Все люди вышли на улицу, кто мог, чёрный круг радио, тогда были большие радио, такие чёрные круги радио, знаете, нет? Да, да, да. Вот, вынесли и объявление Молотова слушали о войне. Это кто плакал, кто рыдал, кто... Ну, в общем, это было состояние напряжения и жуткое состояние того, что война, война, война. Вот, это я помню. Потом, потом мы ученики школы. Я была ученицей школы номер 64, неполной средней школы. Вот, нас, учеников, не то, что мы сами, по сути дела, сбрасывали зажигалки с чердаков, с крыш домов. Гасили их в песке. Потом, ну, помогали то, что пожилые им помогали, потому что там мужья, дети, старшие, многие ушли уже на фронт. Мы ещё детьми были, школьники. Мне было 11 лет. 11 лет. Вот, но мы помогали здорово. Там у нас была учительница по литературе, она, например, нас организовала. Рядом была канатная фабрика, и там обрезки канатов, вот из этих обрезков каната мы распускали их и вязали варежки с двумя пальчиками. Это для того, чтобы брать было военным. Потом посылали на фронт эти варежки для того, чтобы оружие брать. Вот эти, именно два пальчика. Не то, чтобы перчатка целая, а именно с двумя пальчиками. Вот. И делали, шили кассеты для военных. Писали письма, когда в госпитале были, в военно-полевом госпитале. Там было отделение для тяжёлых черепно-мозговых повреждений. Учили нас делать шапочки, вот такие повязки. Помогали они, обычно эта повязка и глаза закрывала. Писали письма их родным, читали им письма. То есть ухаживали за ранеными. Это я школьницей когда была. Вот. Потом что ещё? Тут уже на следующий год не больше. Мою маму мобилизовали на рытьё противотанковых рубежей. В районе Николаевки, Сталинградской области, Сталинградской области. Вот. Мы, я была там с ней на рытье этих противотанковых рубежей. Поскольку я была ещё, ну, девочкой, причём росла заморшем, время было голодное очень, и лебеду ели, и крапиву ели, и разной корень ей ели, то есть еды, ну, в то время было, сами понимаете, никакой. Вот. Всё кушали, что растёт. И, значит, вот в районе Николаевки были противотанковые рубежи. Мама была мобилизована от бандарного завода Астраханской области, Трусовского района Астраханской области. И вдруг я, значит, когда ещё училась в школе, запросилась к маме. К маме, к маме, к маме. Почему? Был у меня братишка пятилетний, который день и ночь кричал, просил маму. И я вот, девочка в таком возрасте, я поеду к маме для того, чтобы мама скорее закончила свою работу и, так сказать, вернулась домой к Вовочке, к этому малышке. Вот. И я, значит, с бабушкой соседской, которой было много лет, по-моему, под 70, тогда считалось это очень много, сейчас 80, а я ещё молодая, вот видите. Вот. И, значит, я с ней пешком пошла вот туда, в эту Николаевку. Пришла. Противотанковые эти рвы роются. Я наверху с маленьким ведёрочком, вот из-под американской тушёнки, наполняли не полное ведро, которое большое, тяжёлое, 10 килограммов, а именно вот там 5 килограммов только земли. Мама внизу рыла, и там с ней не подружки, но одни из, ну, её, так сказать, такие же, мобилизованные, рыли эту землю, вот насыпали мне в это ведёрко, и я верёвкой вытаскивала наверх, верёвку вытягивала наверх, и, значит, землю высыпали, высыпали там, это как бы углубляли противотанковый ров. Подкармливали меня там, значит, хлеб привезут, заставят, скажут, вот давай, давай, Аленька, иди хлеб помогай носить, там где-то корочка, где-то что-то перепадёт. Это было счастье великое. Вот, конечно, голодное время было, страшное время было, тяжёлое время было, и вот однажды такая ситуация. Я вытаскиваю это ведёрко, вот это вот, из-под американской тушёнки с землёй, и вдруг звук мессершмитта, мессершмитта, немецкого самолёта. Он был своеобразный, мы уже дети знали этот звук. Знали, я задрала голову, смотрю, и снаряд, видно, наш снаряд, потому что это не самолётный, если бы самолётный, наверное, бы убило меня. Летит осколок, и мне, вот тут вот у меня шовчик, и на ноге есть рубец на коленке. Причём такая кровавая рана была, тут вот это именно мышцы, видно, разрезало, но до кости, кость не повреждена. И на коленке тоже вот эта мышца разрезана была, сильно осколком снаряда, видно, артиллерийский, потому что наша артиллерия, Катюша, бомбили этот самолёт. Вот, и я с этой высоты упала вниз. Упала вниз, вся кровавленная, поскольку это мышцы, все окровавленные. Маме кричат, Катенька, Катенька, твоя девочка упала. Вот, мама, я до сих пор, даже до сих пор во сне кричу, вижу этот сон и кричу, вот, да, крик мама. Мама сразу закричала, я слышу этот крик и сейчас, и я где-то очнулась, видно, а поскольку рана-то была не глубокая, не тут, не тут, собственно, одни мышцы, только кровавая она была, а так она не глубокая была. Если бы глубокая, то, конечно, я погибла бы, может быть. А это не глубокая, видно, одни мышцы разрезанные, и вот эта кровь обильная. Мама подхватила, конечно, меня сама кричит, и, значит, меня тут же там скобки наложили, я даже помню, как скобки. Говорит, обезболивать надо. А мама говорит, не надо, не надо. А мама работала санитарочкой в больнице. И, значит, не надо, не надо. Скобки на... Пусть, 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 скобки без обезболивания. Только останавливайте кровь, потому что, видно, вот мышцы окровавленные, и сильно кровь лилась. Вот. Я даже вот помню, когда я очнулась, смотрю, а у меня коленка, вот в отверстии мышцах видна, видно сухожилие белое коленки. Ну, это не страшно, потому что кость не повреждена была. Вот. Только мышцы вот разорваны, в смысле, раскроены. Вот. Вот этот момент, конечно, и до сих пор, вот сколько мне, 80 уже, а я до сих пор вот недавно видела маму и слышала ее крик. Вы представляете? Вот до сих пор. И мне иногда соседи говорят, Алексей Владимирович, вы опять кричали. А соседи мы в изолированной, я живу на чистых прудах, в изолированной квартире. Слышно было даже, как я вот во сне кричу. До сих пор кричу почему-то. Я обращалась к неропатологу, говорю, вы мне помогите как-то вот снять вот этот старый след-то, убрать. Но вы знаете, ну ничего, жива, вот видите, до 80 лет дожила. До 80 лет. Это было у Николаевки, Сталинградской области. Это немцы за Волгу не пустили. В Пионерской правде была статья, а нас о детях, кто там участвовал. В Пионерской, правда, тогда отражал этот момент. Но немцы все-таки за Волгу не пустили. То есть он в Сталинграде был, в Сталинграде там остался, по-моему, вот дом Павлова, да еще универмаг, где полонили Паульса. А остальное все там была выжженная земля. Причем, когда был там немец, меня прятали от угона в Германию на минус шестом этаже в овраге. В овраге. А овраг был, он такой глиняный, вот как дождь пройдет там, скользкая это, и специально даже люди оставляли, видно, для того, чтобы немцы боялись туда лезть. Боялись почему? Потому что кто туда залазил, тот не, вернее, спускался, тот не возвращался из немцев. Потому что наши, видно, ну, тоже, наверное, так сказать, убирали их, мне кажется. Вот, ну, мои дети были в основном вот так, в смысле, вот как я сказала, в школе вот помогали, помогали там вот это, влезали разные варежки, носочки посылали там это. И вот это уже я вернулась из Николаевки, мама вернулась. Это уже Сталинград был весь разрушен до тла. То есть там, вот я сейчас вспоминаю, там совершенно Волга, берег, ни пристани, ничего. Пароходы приставали просто к причалу. Ничего там не было. И выжженная земля одна. И вот этот универмаг разрушенный, где вот полонили паульсов. И дом Павлова. И вот бывает так, мир тесен. Сейчас моя ученица, она тоже доктор, она, ее родители живут в этом доме. В доме Павлова. В Сталинграде. В Волгограде. Теперь Волгоград все это. Город неузнаваемый, красивый, необыкновенный. И вот так бывает, мир тесен. Или Богу было так угодно. После окончания института, когда я была направлена в институт без экзаменов, поскольку вот я то в приемном покое работала, в больнице, то вот медсестринские курсы закончила, я, значит, была направлена в мединститутную учебу. Закончила институт и получаю направление одно из первых. Я хорошо закончила. И получаю направление в Котельниковский район города Сталинграда. Это вот рядом Абганерово, где поворот войны. Если вы слышали, знаете. Рядом было, потому что оттуда больных привозили иногда к нам в больницу. Или там я на вызыва выезжала. Зарима, подожди. Она тут будет вас ждать. Ага. Я внизу. Вот. И, значит, вот получается так, что вот меня опять привело в это место, так сказать, направление мое по работе. Хотя со мной хотела поехать подружка, но у нее бал был ниже, она не сумела поехать туда. А я поехала. А я поехала. И очень довольна. Место хорошее Котельников. Правда, она очень много раз переходила из рук в руки. Там была ставка Хрущева в Котельниково. Вот. Как раз потом будущий мой муж жил в этом доме, где во время войны жил Хрущев. Он же тоже военный был. Вот. И, значит, что там я отработала три года, нашла свою судьбу, вышла замуж вот за этого Масалова Виктора Георгиевича. Отец его был крупный ученый, сельхозник по сельскому хозяйству. Вот. Лежит он на Ваганьково рядом с Тимирязевым. Вот. Академик. И что я хочу сказать. И переехали мы в Сталинград. Тут уже у меня своя семья. И он работал в газете. Он журналист. Член Союза писателей. Он был. Масалов. Его двоюродный брат, герой Советского Союза Георгий Масалов. Вы слышали. Наверное, и должны знать. Георгий Масалов отлетчик-истребитель. Он еще жив. Вот. Это его двоюродный брат. Но ему уже тоже много лет. Вот. Я их фамилию ношу, родовую. Моя фамилия родовая другая, девичья. А я Масалова ну, по мужу. Вот. Вот и все. На этом и закончилась моя, так сказать, военная эпопея. что вот это вот ранение было. И вот это вот, так сказать, под Николаев... Нет. В Николаевке под Сталинградом, где немцы не пустили за Волгу. Вот там я была на рытье противотанковых рубежей. Вот. И вот считают, что на тот берег, что даже вот когда пионерская правда, есть статья, у меня вырезанная, кстати, эта статья есть, вот, что даже детские участие детей ну, принесло пользу ну, вот, то, что вот немцы не пустили за Волгу. Ну, может быть, я это так вот говорю. Но это и было так, что участвовали в этом мероприятии буквально все от мала до велика. То есть, патриотизм был на высоте и детский патриотизм в том числе, потому что дети буквально даже и меньше меня все стремились, все помогали, все что-то делали, участвовали, так сказать, это. И зажигалки мы соревновались, кто больше зажигалок погасит в песке. Вот, например, с дома на Покровке я сбросила 24 зажигалки там, где мы это, в песок бросали. а ведь могло взорваться и при мне это, я могла бы, так сказать, отправиться куда-то. А, однако, что вот такие детвора были мужественные, смелые и охваченные все-таки патриотизмом, понимаете, мы все-таки дети все были, дети войны, и даже вот кто сейчас пожилые люди, они все другие люди, не то, что сейчас. Вот вы видели эту женщину 90-е, посмотрите, она какая. я ее вижу второй раз. А посмотрите, какое это прелестное, изумительное. Это да, да. Мы с ней стояли, когда ждали, когда нас пригласят в ресторан, так она, прямо это, дети идут с Красной площади, нам цветы отдают, мы с охапками цветов стоим. Так одна додумалась, которая руководила обедом, и говорит, а у вас там что-то, кто-то, чего-то, я говорю, не знаю, мы вдвоем стояли и дети, и даже одна, видно, мама очень такая приятная мальчику и говорит, давай быстренько, ну-ка нарисуй бабушке что-то и подари ей. И он мне написал там ветеран, вот это, это, это подарил. То есть мама уже как бы заставила ребенка, хотя она сама, наверное, еще и не знает этого времени, войны, вот, а все-таки как бы продлить вот эту вот память о нашем прошлом и с уважением к нам, понимаете, преподнесли нам цветы и вот эту открыточку, я ее, конечно, сохранила. Сохранила, почему? Потому что у меня есть внуки уже и правнуки, и мне хочется тоже им след оставить, что было такое страшное время, когда от малышек и до-до-до-до все были только для того, чтобы нам прекратить войну. Все участвовали, понимаете, все были охвачены именно вот этим патриотизмом, этим желанием помочь кому-то, что-то, чего-то. То есть другое время, не сейчас время, сейчас совсем другое время. Ну и сейчас я вам хочу сказать, вот я сейчас нахожусь в отделении реабилитации инвалидов войны на Олимпийском проспекте, это Екатеринский парк, знаете, да? Нет? Сходите туда. Там вот там, если вы туда обратитесь, там много может быть встреч. Правда, вот наш заезд, только там один инвалид войны, который участвовал в войне. Вот. А так остальные все вот защитники, в смысле, вот такие вот, вот. Вот. И я вам скажу, там вот была я прошлый год, 65 лет было, там было много, очень много. Когда в зал придешь, концерты были, все, нам и встречу, и навозили нас на трибуны, и не на трибуны, а как. ну, в общем, и на встречу с патриархом, и лужники возили нас, то есть, на парад, на трибуну парада. То есть, было что-то, что-то, 65 лет. Ну, в этот раз я попала через год. Немножко попроще, конечно, поменьше этих, все-таки, те, кто участвовал в войне, они, знаете, все у них, и культура выше, и вот этот патриотизм чувствуется, и люди сами по себе, вот как это, женщины, чистые, большие, хорошие, красивые, то есть, настоящие, и честь, и достоинство, и, так сказать, и патриотизм, и нравственность, на хорошем уровне. Конечно, сейчас немножко... Она наш эталон, мы ее считаем. А? Татьяну Алексееву считаем эталоном. Вы считаете, вы знаете, мы... Потому что песни вот так, на руках выносим. Я вам скажу. Она почетный ветеран имеет, почетный ветеран имеет. Я вам скажу, я ее вижу сегодня второй раз. Но я вам скажу, это просто вот как свой человек. Вот вы смотрите. Она очень. Очень, да. Человечный человек, вот так. Да, да. И вы знаете, мы в прошлый раз стояли с ней в ожидании обеда вот этого праздничного 9 мая этого года. И нас одарили ребятишки цветами. Вы знаете, они шли с Красной площади. То есть по охапке у нас цветов с ней было. Мы стояли. Так все-таки нашелся человек, который немножко это... Сказал... Бушку дегтя. Да. 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 Я говорю, да как это можно? Преклоняться нужно. Посмотрите, 94 года она при ясной голове. Ну, что сказать можно? Что сказать? Прелестно. И вот еще Соловьева, вот вы знаете ее, да? Калерия Владимировна. Она мне звонит каждый день или через день, как ни позвоню, звонит. Почему ты мне не звонишь? Но ей уже 98. Вот 15 мая исполнил. Но я не была у нее. Я не была. Почему? Я же перенесла инсульт в октябре, 7 октября прошлого года. И мне до года как-то ограничили режим. Но вот сейчас я и руку разработала в этом. Хотя она у меня парализованная меньше, но более-менее восстановилась. И она мне звонит. Ну, что ты мне не звонишь? Ведь ты одна осталась у меня. Почему ты мне не звонишь? Я уж ей стараюсь оттуда. Сейчас вот почти каждый день звоню. Ее немножечко, так сказать, чтобы вдохновить. Да. И вот спасибо. Вот смотрите, если бы не вы, я бы не встретилась с ней. Вот она мне... Хорошо, что пришли. Да. Спасибо вам. Спасибо. А вы откуда, ребятки? Ну, это Министерство молодежи. Это вот по делам молодежи, спорта. А наставьте свои координаты. Да, конечно. Я вам чего-то... Я почему... Я сейчас делаю, заканчиваю книжечку «Исповедь доктора». Конечно, вот фрагменты того, что я говорила, может быть, немножко сумбурно. Вот. Но я вам просто могу как бы это сделать и вас... Вам подкинуть этот материал. Это очень хорошо. Да. Потому что вы там рассказали мало, а там-то больше будет. Да, да. А я почему решила написать книжку, у меня мои вот друзья... Правильно, все. Потому что все... Академик. И я говорю, стою на остановке, выходим из приятельницы. И вдруг женщина падает мне в колени и причитает. Спасительница моя. Когда я уезжала оттуда, меня доктор-хирург позвал. «Александр Владимирович, придите, пожалуйста. Наверное, дуба отдаст. Сделали операцию, открыли. Там желтая дистрофия печени. Она в глубокой коме. А оказывается, где я работала в клинике, это ведущая клиника города Сталинграда, ведущая больницы водников, там регистратор была. Оказывается, это ее сноха. И говорит, ведь Мишеньке только 4 года, а Оленьке 8 лет. Это дети у нее такие. И она погибает в глубокой коме. Представляете? И вы знаете, получилось так, я с неграми, с студентами дежурила. Последняя моя ночь дежурств там, в Сталинграде. Должна уехать. Уже была сюда. Да, вернуться домой. Ну, здесь был муж, дети. И что ж, вы думаете? Я беру этих студентов, идем, назначаем ей лечение через каждое полчаса. Комфору. Помните? Тогда же комфору лечили? Да, да. Да. Комфору. И это, говорю, регистратору нашу. Приведите детей, пусть они поухаживают за мамой. Хотя она в глубокой коме. Пусть она протирает, ребятки протирают ей личико. Приговаривают. Мама, ты нам нужна. По капельку водичку ей в рот. Нельзя же пить после такого. И что ж, вы думаете, я еду туда через 20 лет, и она жива, эта женщина. Вы представляете? Ну, как этот случай не описать? Ну, и вот я поэтому стала писать эту книжку «Исповедь доктора». Почему? Потому что, ну, просто всегда уход больше значит, чем лечение. Да, чем лечение. Правильно. И что ж, вы думаете? У нас может и плохой уход. Очень, очень. Лечение как будто ничего, а ухода нет. лечение у нас превосходное. Вот я была. Вот когда 7 октября у меня случился инсульт, сейчас его именуют инфаркт головного мозга. У меня еще, вот, было недавно. И вы знаете, я вам скажу, лечение превосходное. Ухода никакого. Упадет, кричит, помогите, никто не идет, и никто не слышит. А это много значит. У меня сестра, она доктор, забрала меня из больницы, и сказала, нет, нет, домой, 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 домой. И выходила, вот видите, я сижу перед вами. Пусть я с парализованной рукой, нога, ну почти хорошо работает. Это же имеет значение тоже, одно дело 50 лет. Прямо себя и ваше. А рядом лежала 51 год с параличом. С этой стороны лежала тоже на 10 лет моложе. У этой была правосторонняя, а у этой так же, как и у меня, левосторонняя. Ну вот видите, я сижу. Что значит уход? А у нас не было говорить нормально. А я ведь мычала, а не говорила. Мычала. Первые три дня мычала, а потом начала говорить. логопед была дивный. Тут же дала упражнение, вот так, подщелкивание языком. Это каждому надо делать. Каждому за... Потому что вот этот рефлекс, видно, в мозг идет. и вы знаете, и вы знаете, я вот... Да, да, да. И вы знаете, вот именно цоканье. Я лежала, все кричат там, помогите, что-то, а я лежала цокала. И я стала говорить. Стала говорить. Правда, сейчас на крупных словах заплетаюсь. Но говорю ведь, вот сейчас же, говорю неплохо. Нет, неплохо. Вот. с буквы «З» крупные, такие большие слова не беру еще. Ну, в смысле, заплетаюсь. А так, великолепно, великолепно. Лежало нас семь, я одна ушла. Остальные все ушли в другую сторону. Представляете? Нет. Вот. Это у вас закваска вот такая. Вы знаете, вот война вам что-то дала. Конечно. Вы что? Это лебеда, это, простите, жмых. Это что мы не кушали. И, простите, всю траву, какая только существует. И мокриться, простите. Все, все ели. Все ели ведь. Все ели. Это ваша способа? Да. Закалка. Закалка война. Конечно. Она, конечно, страшна, до сих пор во сне кричуя. Вот. Но, я вам скажу, это закалка. Это закалка. То, что мы пережили, и то, что мы, ребятки, видели, не дай Бог, никому. 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 Конечно, сейчас это совсем другие, ну, так сказать, отношения в войнах. А тогда было ужас. Ужас. Мне билет принесут, я должна уйти. Все, ну, на все. Сейчас пойдем. Сейчас, заканчиваем. Принесут мне еще идти. Сейчас, сейчас, идем. Иду, иду, иду. Спасибо большое. Вы дайте мне ваши координаты. Продолжение следует...